Здравствуйте дорогие ребята! Вы на канале принцесса Анна, с вами я Маша. Многие уже не ожидали меня здесь увидеть, потому что у меня очень-очень долго не выходили мои видео. Во-первых, хочу объяснить вам почему. У меня два канала и мне немножечко непривычно ввести их сразу, потому что первый канал у меня на украинском языке. Я сама из Украины и сама я украинка тоже, но мне привычно ввести для первого моего канала то, что у меня много-много книг на украинском языке, а на русском не так уж и много, поэтому я иногда теряюсь, что же мне вам снять. Но сегодня я решила показать вам свою коллекцию разукрашек формата А4. У меня есть две папки. Одна из шарлотой с земляничкой, она побольше, а другая немножко поменьше, красного цвета, но у нее тоже помно разукрашек. И еще две лежат отдельно у меня на столе, вот одна и вот вторая. Давайте немножечко все совместим и вернемся к первой, второй папке немножко попозже. Сейчас на ваших глазах я открою первую красную папку. В ней рисунков больше всего. Первый рисунок, который я представляю вашему вниманию, это маленькая шарлотта-земельничка с тигренком. Второй рисунок, это Дина из мультика «Белка и стрелка». Здесь даже надписи есть. Это страничка из раскраски по «Белке и стрелке». Ой, как же вам показать? Это Мия и Онча. Кто не смотрел этот мультик, мультик называется «Мия и я». Тоже из «Белки и стрелки». Это «Стрелка». Ай, нет, нет, простите, это «Белка». Я просто их со стрелкой часто плутаю. Значит, это «Белка» с кашей в руках. С кастрюлей, а в ней каш. Это, может, не все ее знают, подумают, что это какая-то анимешница. Нет, это Полиана Виттьер. Этот, этот, как же сказать, эту сказку мы изучивали в пятом классе. Вот по ней я видела раскраску и сразу попросила, чтобы мне ее распечатали. Это из диснеевского мультика «Вампирина» «Удивительная Ви». Здесь у нас Ви. Это эльф, которого разукрашивала моя бабушка. Ну, не до конца, но все же. Рапунцель. Рапунцел из новой серии мультиков «Долгая дорога домой» или «Рапунцель счастлива навсегда». Ну, вот, это из новых серий про Рапунцель. Шарлотта «Земляничка» и «Лимона под зонтиком». Это вот такой вот рисунок. Там ягодки, кому видно, ищу. «Лимона». Тоже из этого мультика «Шарлотта» «Земляничка». «Винни-Пух». «Хейзл и мама». Это из мультфильма «Литл Чармерс». Это чародейка, а это ее дочка. «Хейзл». Здесь так и написано. «Хейзл с мамой». Это всем узнаваемая принцесса. Ну, я так надеюсь, что большинство ее знает. Это София. Шарлотта «Земляничка» с подругами. Шарлотта посередине. Первая – это апельсинка. И малинка безе. А это апельсинка-цветочек. А это Шарлотта «Земляничка». Вот это Шарлотта с красными волосами. Вишенка с синими. Это их фотография в детстве. Это Шарлотта с медвежонком. Черничка и земляничка. Черничка-земляничка. Это мой эксперимент. Я создавала образ для куколки Лоу второй серии. Это опять же земляничка-малышка. С пирожком – это ее песик. И с кошечкой-булочкой. Эту раскраску мне сделали просто так. Я попросила, чтобы мне выбрали земляничку одну. И мне выбрали вот такую. Моя учительница с информатики. Вот это все она мне напечатала. И вот такая коллекция у меня уже потихонечку скопилась. Она мне обычно по одному рисунку печатает. По два, по три, по четыре. Вот такая коллекция у меня скопилась. А этот рисунок она передала моей маме, когда я болела и не смогла прийти на урок. Вот такую. Лучшие друзья навсегда. Best friend forever. Здесь вверху земляничка держит такую надпись. А внизу апельсинка, цветочек и лимонка. И принцесса ягодка еще здесь. И какие-то еще там ягодки. Малинка-торт. Малинка-торт. Тоже из Шарлотты землянички. Я очень люблю этот мультик еще с начинающей школы. Шарлотта-земляничка-булочка. Это ее кошечка, еще раз говорю. И пирожок ее песик. Слипа. Она увлекается танцами и музыкой. Вот. Это София. С белочкой-орешком. Кроликом-кловером. Птичками-робин. И Милей. Это София с клевером. Вот такая. Не знаю, помнит ли кто-нибудь этот мультик еще, но это Анжелина-балерина. Это Анжелина и Марка. Марку. Вот такие. Это про мышку, которая балетом занимается. Это тоже мой эксперимент. Создавала новый образ для Ангелины. Главный героин. Это у нас Анжелина-балерина с Вики и Грейси. По центру она сама и написана. Ангелина-балерина. I love to dance. Это переводится как я люблю танцы. Как я люблю танцы, наверное. Или я люблю танцевать. Не знаю. Наверное, как я люблю танцы. Здесь Марка. Марку. Это тоже из этого же мультика. Здесь у нас ее подруги. Элис. Алиса. Ангелина. И Вики. Анжелина смущается. Вики. Ее подружка. Еще одна Вики. Я тоже этот мультик очень люблю. Ангелина-балерина с мамой. У нее есть еще сестренка Поли. Это у нас Грейси. Анжелина-балерина с лучшей подругой Элис. Это Шарлотта-земляничка. Я ее подписала как Сунычко Лита. Потому что это был такой сезон у них. Я не знаю. И какой он был по счету. И в том сезоне была серия как бы сказкой сделана. Я смотрела ее на украинском телеканале Пиксель. И вот ее, как там назвали. Сунычко Лита. Мне понравилось. И я ее так подписала. Это очень старый рисунок. У меня он пережил много всего. Он замок. От того, что я его забыла на заднем дворе. Потом я его высушила. И на второй день опять нечаянно вылила на него стакан воды. В общем, много он у меня пережил. Это рисуночек с Динь-Динь и ее подружками. Это розетта, Ильдеса, серебрянка, сама Динь-Динь и фауна. Там еще видео есть, но видео сюда не вошли. В общем, сейчас покажу вам еще вот. Это маленькая Шарлотта-земляничка с Мишкой. И где-то еще была одна. И я, наверное... Ладно, найду, покажу вам еще ее. Давайте я пока это отложу. Одну минутку. Вот так. Все, я вернулась. И вот этот рисунок, который обещала вам показать. Это у нас маленькая Шарлотта-земляничка с кроликом, то ли зайчиком. Этот рисунок я рисовала вчера. Вторая моя папка, купленная очень давно моей мамой, когда мне еще и даже года не было, она хранила свои документы там. Ну, когда я начала увлекаться земляничкой, я попросила у нее эту папку. И вот теперь она у меня. Здесь у меня Лола Бани из Луни Тюнс. Кто помнит этих зверюшек Луни Тюнс? Там есть веселые мелодии с ними, мультик. Луни Тюнс снова в деле и Луни Тюнс в детстве. Так вот это Лола из Луни Тюнс в детстве. Потому что остальные мультики там уже выросшие Лола, и она даже как подросток там. А это еще малышка Лола с бабочкой. У нее на голове. Еще одна Лола. Вот. Динь-динь. Заботливые мишки. Это у нас радуга. Вот это. А вот эту я не знаю, как зовут. Если будут отсказывать комментарии, напишите, пожалуйста, кто знает. Это рисунок землянички. Но не поверите, кто его раскрашивал. Моя мама. Она со мной не очень любит раскрашивать. Но потом она подошла и попросила, можно раскрасить. Так что ее раскрашивала моя мама. Это фотография с земляничкой и... С земляничкой и этом. Как его? Земляничка и пирожок. Вот это. Их детская фотография. Это земляничка. Еще одна в детстве. Это... Она с попугаей. Вот этим. Русалочка Риэль с флаудером. Такая классная картинка. Слушайте. Это Симбочка и Чимон. Да? И Симбочка и Чимон. Моя подруга Маша в Довгане любит очень этот мультик. Просто обожает в последнее время. Я думаю, он ей понравится. Этот рисуночек. А это девочка, которая безумно понравилась мне. Она не из мультика. Она просто красивая. Очень красивый рисунок. Он мне очень нравится. Это из советского мультика Живая игрушка. Когда девочка поймала этого зайчика и сделала из него свою дочку Катю. Кто помнит, ставьте лайк. Мультик очень веселый, забавный. И у него есть смысл. Никогда не мучайте животных. Вот. Это у нас мешок яблок. Тоже советский мультик. Это заяц, который был над меру щедрым и всех угощал яблоками. В итоге у него получился пустой мешок. Вот такая вот история. Это Нэнси, изысканная Нэнси Клэнси. Здесь у нас даже написано, она любит наряжаться вот в что-то красивое. И ее собака Френчи тоже не останется в стороне. Вот такая Нэнси и Френчи. Кто у нас там дальше? Земляничка и булочка. Это я сама делала для нее радужный наряд. Как вы думаете, получилось или нет? Кто у нас дальше? Еще одна земляничка в детстве, только с пингвинчиками. Земляничка. С кроликом на руках и булочкой вот тут. Это у нас Рапунцель. Маленькая Рапунцель с фонариками. Раскраска Рапунцель и фонарики в небе. Первый мой рисунок, который я разукрашивала фломастером. Это у меня Золушка. Вот с елкой рождественской. Это у меня Нэнси, Клэнси и Бри, ее подруга. Где С у меня с украинского сайта скачано? Ариуар сказали на прощание девочки. С это значит до свидания на французском. Я не очень хорошо умею переводить, но зато обладаю и русским, и украинским языком одновременно. Это у нас Нюша Мишариков, где творческое задание было. Это интересное занятие для плохой погоды. Давайте посмотрим, что же я написала. Почитать, порисовать, полить цветы, поубирать, поиграть с животными, написать смс, потанцевать. Вот такие занятия я придумала для Нюши. Это героиня Снежка из сказочного патруля. Это Белка, еще одна копия Белки. Анжелина и Элис. И здесь написала Алиса, Элис, Анжелина. Вот. На этом все. Постараюсь для вас что-то интересненькое придумать и на среду. Но пока на этом все. Всем спасибо за просмотр. Буду рада каждому новому подписчику. Подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте заходить на мой канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok